МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». Человеческая память – одно из самых удивительных творений природы. Ее исследования не перестают поражать ученых. Например, известен такой феномен, как суперпамять. Ей обладает 20-летний британский студент Аурлин Хейман. Он помнит все подробности своей жизни за последние 10 лет. Только вот такую хорошую память, как у него, относят к редкому заболеванию с названием гипертемизия. Оно диагностировано всего у 20 людей в мире. Сегодня мы расскажем о том, что такое суперпамять, а также о том, насколько люди могут развить у себя способность запоминать. Британский таблоид The Daily Mail сообщает, «Суперпамять» появилась у Эрлина Хеймана в 11-летнем возрасте. Сам он говорит, «Это не то, что я обнаружил буквально за один вечер, но когда мне было 14, я понял, что помню вещи, которые случались несколько лет назад». Хейман помнит не только произошедшие события, но и во что был одет, что ел и какую музыку слушал в любой день за последние 10 лет. Например, когда ему задали случайную дату, 1 октября 2006 года, он вспомнил, что это было воскресенье, было облачно. Он слушал песню группы The Killers. В этот день он пригласил девушку на свидание, но она отказала. Также Хейман помнит, что он был одет в голубую футболку и что за несколько дней до этого в его доме отключали электричество. Такую память, как у Хеймана, относят к редкому заболеванию с названием гипертемизия. В норме воспоминания хранятся в долгосрочной памяти в правой лобной доле головного мозга. Но у юноши задействована также левая лобная доля мозга, которая обычно отвечает за язык, и затылочная часть мозга, которая хранит визуальные воспоминания. К сожалению, такая уникальная память хранит в основном только воспоминания о самом себе. Хейман говорит, что на экзаменах в университете она ему не особенно помогает. Человеческий мозг является совершенным устройством, возможности которого оценены в настоящее время лишь весьма приблизительно. Тем не менее, уже имеющиеся оценки поражают воображение. Известный американский математик фон Нейман, который придумал используемые сейчас структуры компьютеров, рассчитал количество информации, которую способен запомнить человеческий мозг. Это количество колоссально, около 10 в 20 бит. Столько информации не содержит даже крупнейшие библиотеки мира. Насколько был прав ученый, постараемся выяснить дальше. Примеры феноменальной памяти существовали во все времена. Как известно из истории, Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех своих солдат до 30 тысяч человек. Этим же способностями обладал и персидский царь Кир. Есть сведения, что каждого из 20 тысяч жителей Афин знали знаменитые фемистокл и сократ. Асинека был способен повторить две тысячи несвязанных между собой слов, услышанных лишь раз. Память проявляется очень в разных вариантах. Вот основа памяти сейчас выяснена. И я уже неоднократно об этом говорил и студентам, и в передачах, в подобных интервью. Я говорю, что в основе памяти лежит укрепление связи между нервными клетками. И тогда прокладывается тропинка из пункта прихода, возбуждения, в пункт выхода, где надо выдать что-то, какое-то воспоминание. Память гениев искусства способна на чудеса. Как известно, оглохший Бетховен писал музыку, а русский актер Астужев, потеряв слух, остался на сцене. Его помнят как выдающегося актера. Скульптор Лина По, умершая в 1948 году, продолжала создавать скульптуры, даже ослепнув. Полностью потеряв зрение, Лина По лепила замечательные статуэтки, создала более ста скульптур. Моцарт мог записать большую сложную пьесу, слышанную лишь однажды. А композитор Александр Глузунов легко восстанавливал утраченные партитуры музыкальных произведений. Дело в том, что для формирования следов памяти надо улучшить связи между нервными клетками. Улучшение этих связей происходит по сигналу одного из гормонов. Для низших животных таким гормоном оказался серотонин, и его назвали модулятор. Он модулирует, то есть немножко изменяет связи между нейронами. А для человека эту же роль может выполнять дофамин. Немножко другой гормон, но близкий к серотонину. Гормон или модулятор. У некоторых людей очевидно, просто генетически улучшена система выбросов этого самого дофамина туда, куда нужно. У других людей затруднена. Значит, у тех, у кого легко он выбрасывается по любому поводу, будут моментально формироваться хорошие связи между нервными клетками и оставаться такими на всю жизнь. К сожалению, свойства мозга запоминать весьма избирательно. Информация может быть представлена во многих видах. Но с теми из них, с которыми мы сталкиваемся в сознательной жизни, человеческий мозг работает хуже всего. Не исключено, что в ходе эволюции способность человека запоминать будет развиваться, и в далеком будущем любой из наших потомков сможет хранить в памяти тексты целых книг и множество больших чисел. Пока же такие люди встречаются настолько редко, что являются феноменами. То есть, глянул, запомнил на всю жизнь. Вопрос еще в том, чтобы извлечь. Значит, нужны такие нервные пути, которые позволяют активировать начальную точку, а там уже связи все усилены с помощью дофамина один раз и навсегда. И возбуждение гарантированно пробежит из точки А в точку Б, и на выходе человек выдаст нужную вам информацию, и вы скажете, боже мой, какая память. У других людей могут быть затруднения в двух вариантах. Первый вариант. Тяжело выбрасывается дофамин, но при эмоциональных различных нагрузках в любом случае у любого человека этот выброс будет облегчен. Поэтому традиционные системы обучения могли включать в себя и задабривания, и угрозы какие-то. То есть создавание какого-то эмоционального состояния, угроза наказания для учеников заставляло их работать более напряженно и выбрасывать повышенные порции, в том числе дофамина. Однако, как говорят физиологи, дофамин связан и с системой удовольствий. Отмена наказания позволяет испытать такое чувство. Так, например, если студенту пригрозили, а потом похвалили, у него происходит выброс дофамина, что ведет в результате к улучшенному запоминанию пройденного материала. Если человек хочет что-то запомнить, надо привлечь какие-то эмоциональные реакции, создать чувство интереса. Когда формируется чувство интереса, то тоже идут выбросы дофамина, гормона удовольствия, так можно сказать. Если мы говорим гормон счастья серотонин, то гормон удовольствия дофамин. Дофамин – это система поощрения. Вот мы сделали что-то хорошее, о, хорошо получилось. Это выбросы дофамина создают такое состояние. Но, наверное, учеба в удовольствии тоже позволяет поддерживать высокий уровень памяти, хорошую память. Я прочитал, я вспомнил, получилось, выброс дофамина закрепит этот след памяти. И таким образом можно, конечно, обучаться с удовольствием. Самую простую схему запоминания можно объяснить опытами Нобелевского лауреата Эрика Канделя. Эксперимент он проводил на морских улитках. Ученый выяснил, что лежит в основе запоминания. Он свел все изучающие процессы к самым минимальным и самым простым. Получилась вот какая вещь. Я уже сказал, что у человека дофамин используется для запоминания, а у других животных серотонин. Так вот, если он один раскапал серотонин и проверял, насколько усилится связь между нервными клетками, то это усиление происходило на некоторое короткое время, на несколько минут, если он пять раз с небольшим перерывом подряд капал серотонин, то связь усилилась пожизненно между этими нервными клетками. Вывод. Если перенести на человека, не меньше пяти раз подряд надо повторить одно и то же, или одно и то же действие, или одну и ту же фразу, и тогда не исключено, что она закрепится пожизненно. Есть несколько ситуаций, благодаря которым информация может быть запомнена хорошо. Различные исследования показывают, что наш мозг не полностью выключается во время сна. Ученые уверены, что в это время он не просто отдыхает, а обрабатывает полученную информацию. Как обойти фильтры? Один мы назвали, это создать умеренно стрессовую ситуацию. А вот второй обходной путь, это усыпить сознание, и когда человек не полностью спит в таком полусне, или в первой фазе сна, когда частичный контакт с окружающей действительностью еще есть, дать ему эту информацию. Сознательные мозговые фильтры уже не работают, она напрямую идет в мозг. Дальше, как я сказал, требуется от шести до восьми часов, чтобы нервные связи выстроились и закрепились. Если мы дадим это время, они закрепятся, и это будет воспоминание на всю жизнь сохраниться. Поэтому мы убиваем сразу двух зайцев. Мы дали информацию без фильтров, она напрямую усвоилась, попала в виде нервного возбуждения в мозг, и дальше у нас есть несколько часов сна, во время которых она закрепится. Утром человек просыпается и помнит то, что ему было сказано во сне, вот в такую просолнечную фазу. Мы все время от времени можем что-то забывать, особенно если мы пытаемся сделать слишком много в одно время. Это может вызвать у нас много трудностей. Есть немало способов для того, чтобы улучшить память. Мы всегда ставим какие-то фильтры между информацией, которая к нам приходит, и ту информацию, которую мы усваиваем. Это может быть здравый смысл, прошлый опыт, все что угодно. Условно говоря, это фильтры, которые ставит сознание. Мы все процеживаем через эти фильтры, и смысл этих фильтров примерно такой. А оно это надо? А что мне это даст? А это для меня нужно или не нужно? То есть биологическая значимость и личностная значимость. Если это значимо, мы это запомним. Если незначимо, или мы просто придем к выводу, что это незначимо, мы это не запомним. Как обойти эти фильтры и все-таки ввести в память информацию, которая, по нашему мнению, требуется? Надо отключить эти фильтры сознания. В какой ситуации их можно отключить? В условиях стресса, и создать стрессовую ситуацию, и тогда будет запоминаться на всю жизнь. Но стресс имеет две стороны. Либо он активирует процессы запоминания, либо, наоборот, мешает этому процессу. Умеренный стресс активирует, сильный стресс может вообще блокировать всякое запоминание. Но некоторые ключевые моменты, наоборот, сделать доступным на всю жизнь запомнить. Поэтому со стрессом опасно. Шутите, лучше все-таки использовать его в какие-то умеренные формы. Умеренный стресс хорошо создается при моделировании поисковой активности. Что это такое? Представьте, перед учащимся ставится проблема, для решения которой нужна какая-то информация. Ее нужно найти. Человек ищет и отыскивает. Он попутно запоминает эти данные, потому что находится в умеренно стрессовой ситуации. Кстати, когда студент готовится к экзамену, получается то же самое, если только стресс не передозирован. Если человек умеренно опасается экзамена, то у него активируются процессы запоминания, и он может сказать по прошествии времени, 20 лет назад я готовился к экзамену, но я до сих пор помню свой билет и ответ на вопросы. Все это говорит о том, что сегодня память представляется ученым не такой тайной, как раньше. Молекулярные механизмы уже в принципе раскрыты. А вот загадка, как это применить, как активировать память. Разные варианты у разных людей. Есть у людей предпочтение по способу ввода информации. Кто-то легко запоминает зрительную информацию, которую получает с помощью глаз. А кому-то надо, чтобы она через уши вошла. Очень интересно активируется память при деятельности руки. Поэтому мы совершенно преподаватели, мы совершенно осознанно говорим студентам, надо лекции конспектировать. Не надо записывать на диктофон, а потом прослушивать. Тогда ввод будет только один. Через уши, через звуковую систему восприятия, через слуховую систему восприятия. Если же мы пишем, еще работает моторная память, запоминание, как это писалось. Потом вот эта умеренная деятельность активирует мозг, и процессы запоминания идут лучше. Чтобы окончательно запомнить, надо создать условия, чтобы надо было это повторить. Однако некоторые загадки памяти до сих пор не разгаданы. Ученым пока еще не до конца ясен механизм передачи памяти. Ведь бывают самые разные случаи того, что человек знает о событиях, в которых никогда не участвовал. Современная наука сейчас не имеет удовлетворительных объяснений, как это может передаться. Там, где наука не имеет объяснения, начинаются мистические объяснения, или художественные объяснения. Научных объяснений нет. С помощью генов не может передаться. Гены регулируют производство белков. Гены отвечают за белковый состав организма. Какие-то картинки в генах не могут сохраняться, передать они не могут. Мало того, гены дают общий план строения мозга. А когда зародыш формируется, то есть специальные гены, которые нарушают стандарты. И нервные связи между клетками никогда не устанавливаются по жесткому стандарту. Так у двух близнецов могут быть совершенно одинаковые гены и одинаковый набор белков. Но мозг у них устроен немножко по-разному. У одного есть некоторые особенности нервных связей, которых нет у другого. Поэтому все равно получится две разные личности. Конечно, сходные, но с разными воспоминаниями. Тем не менее, некоторые воспоминания могут быть и одинаковыми. Ученые объясняют это тем, что у близнецов могут быть какие-то сходные связи между нейронами. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова